Следующим органом у нас стала почка. Вот она, почка. И, конечно, абсолютно похож на почку боб фасоли. Бобовые вообще похожи, но вот эта вот красная фасоль, она еще и по цвету идеально похожа, только, конечно, во много раз меньше, чем почка человеческая. Мы договорились, что мы установим с Дмитрием Николаевичем мистическую связь между красной фасолью и почкой. Дмитрий Николаевич, в чем же она состоит-то? Связь заключается в следующем. Почки – это органы, которые при одном из заболеваний, часто встречающемся заболевания человека, страдают. Развивается гламированный склероз при сахарном диабете, при тяжело текущем сахарном диабете, нелеченном. Зачастую почки поражаются практически фатально. Поэтому мы вот показали вам такую связь. Значит, в чем она здесь? В почках, в бобах, фасоли в частности в данной ситуации, содержится большое количество неперевариваемых волокон пищевых. И эти волокна в нашем желудочно-кишечном тракте связывают избыток сахара. Не весь, разумеется, но часть сахара, который у человека с сахарным диабетом избыточна, они выводят вместе с собой. Тем самым, защищая похожую на них по форме почку от поражения повышенной концентрации сахара в крови человека. Я еще добавлю, что кроме избытка сахара, грубое волокно выводит избыток жира, который впрямую потом будет строить вот эти бляшки в сосудах, вызывать поражение почек, почечную гипертонию и так далее. Пойдемте.